Здравствуйте, подписчики, любители приборного поиска! Сегодня у нас на обзоре знаменитый прибор Fortuna M3 в корпусе PL, завоевавший сердца кладоискателей, так как этот прибор на своем счету, насчитывает множество хороших находок. Ну что, посмотрим, в какой комплектации он приходит с интернет-магазина De Lavera. Вот такой комплектации. Да, смотрим поподробнее. Вот такая штанга у нас с таким подлокотником, блоком питания. Пробую открыть. Отрывается довольно-таки плотно. На два аккумулятора видим. Вот такие у нас аккумуляторы стоят. Штанга у нас телескорпическая, с двумя зажимами. Зажимчики перед тем, как закручивать, обязательно вот здесь откручиваем и вот эту часть всю промазываем хорошо. Все промазать маслицем, иначе будет, когда будете затягивать, будет защелкиваться пластмасс, и штанга не будет хорошо фиксировать. Понятно, да? Будет болтаться и будет нервировать вас же на копе. Вот, средняя часть тоже с таким же зажимом, как видим. Есть, выкладываем. Так, нижняя часть. Штанга идет с болтом, две резиночки. Так, теперь зарядное устройство на два аккумулятора. Пакет. Пакет. Сам блок. Вот такой блок у нас. Вот так вот сзади есть. И стандартная катушка. ДД. Катушечка 32 на 30. Как видим, хорошего такого качественного исполнения. Вся ровненькая. Нет, вот многие приходят датчики. И вот здесь вот яма такая. Ребята, это не есть хорошо, не есть гуд. Знаете почему? Потому что, когда вы ведете катушкой над травой, особенно над сухой, она цепляет вот этот край и подрывает его. Понимаете? И потом у вас сюда попадает влага и начинает цифонить прибор. Поэтому датчик должен быть либо ровный, вот как здесь, либо выпуклый. Чуть с приливом. Понятно, да? Провод мягкий, хороший такой, добротный. Провод 4 жилы в одном экране. Не, каждый в своем экране, неправильно сказал. Вот. Есть. И инструкция по эксплуатации прибора. Здесь же гарантийные обязательства. Здесь же вот есть у нас телефоны, куда можно обратиться в случае поломки. Сразу хочу заметить, что гарантия на прибор 12 месяцев, а на датчик 14 дней. Потому что датчик на всех приборах, он считается самым хрупким элементом. Его можно ударить, придавить. Говорится, он может лопнуть, деформироваться. И поэтому на него такая гарантия маленькая. Потому что он очень хрупкий. Так. Ну, сейчас подключим прибор. Пробежимся немножко по меню. Посмотрим, как, что, к чему. Так. Ну и небольшой эксклюзм по меню. Фортуны М3. То есть, первая строчка у нас ручной грунт-баланс. В ручную можно отстроиться от грунта. Вторая строчка ТХ это ток, подающийся на датчик. То есть, передающую катушку, которая у нас посылает сигналы в грунт. И потом они от цели возвращаются на приемную катушку РХ. То есть, чем больше здесь ток, тем больше у нас глубина обнаружения цели. Гайн это у нас усилитель. То есть, если 17 поставлено, значит, у нас усилитель накручен на всю. Чем хороша эта функция? На мусорках можно понизить усиление. И не так будет забивать всеми мелкими предметами на датчик. Чтобы не было такого однородного фона. Можно, чтобы лучше распределяло цели по ВДИ добиться этой углировкой. Так. Тут же у нас, если эту же кнопку удержать, у нас включится автобаланс от грунта. Здесь вот после сигнала нужно датчик опускать вверх-вниз от земли. И ждать, покуда он отстроится. Если пропищит звонкий сигнал, значит прибор отстроился. А если грубый, вот как сейчас пропищал, значит прибор не смог отстроиться. Тогда нужно отстроить его вручную. Так. Сенс кнопки. Если мы уменьшаем барьер, то у нас повышается чувствительность. Как мы видим, вот я уменьшил, сразу прибор начал реагировать. Если барьер ставим выше, то у нас чувствительность падает на приборе. Понятно, да? Соответственно и глубина будет падать. Вот так. И с этим разобрались. Едем дальше. Вот этой кнопочкой мы можем включать подсветку и выключать. Вот я выключил подсветку. Это пинпоинтер у нас включился. То есть нажимаем и удерживаем. Срабатывает подсветка. Тут же и включается пинпоинтер. Легким нажатием. Раз. Все. И вот пинпоинтер мы можем определять уже, где у нас находится цель откопанная. Для облегчения ее находки. Есть. Теперь едем дальше. Сонт пропустим покуда. Баланс койл. Зачем он нужен? То есть если у вас уже датчик пошел уплывать, понимаете, вот это вот значение. Вот видите, оно 0.02. Вот оно не должно превышать 0.50. Если уже выше, чем 0.50, уже датчик начинает VDE загонять фиг знает куда. И будет чувствителен к разным травинкам, веточкам и ко всему остальному. То есть будут лишние левые сработки. Потому что фортуна не может работать, когда баланс уходит выше 0.5. То есть с этим понятно. То есть если он у нас ушел, этот баланс, допустим, стал 0.60. Мы заходим сюда, понижаемся, включаем эту функцию. И у нас должен баланс стабилизироваться. Понимаете, там уйти опять на 0.30 встать или на 0.10. Ну у кого как, насколько ушел датчик. Все зависит от этого. Если же датчик все равно не выходит в предел 0.50, значит все, датчик в топку. Тут понятно, да? Ну или можно довести его ферритиком, но уже будет все равно потеря немножко глубины. Так, с этим разобрались, да? Идем дальше. Ну маски. С масками, я думаю, все понятно. Тут мы можем закрыть металлой. То есть первые два сектора это черный металл. Остальные сектора это все цветное. 90 это мы закрываем горячие камни. То есть как вот, если у нас горячие камни лезут, допустим, на 84. Понятно? Ну на 84 они редко лезут. Они обычно 87 лезут. И вот они у нас дают ложные сработки. И пищит прибор на вот эти 87 постоянно. Это можно закрыть. Просто нажатием кнопки вверх. У нас загорается стрелочка под 90. Вы увидели, да? И теперь мы уменьшаем, допустим, ставим на 86. Все. Опять же эту кнопочку нажали. И у нас уже горячие камни, которые попадают у вас в 88, 87, уже озвучиваться не будут. То есть на экране будет отображаться, что что-то мелькнуло под катушкой, но озвучивать прибор их не будет. Понятно. Как закрыть эту цель? Ну вот, допустим, это у нас медь. Как ее закрыть? Кнопкой вниз нажимаем. Загорается вот такой кубик. Все. Значит сектор закрыт. Чтобы снять его, точно так же. Кнопкой вниз нажали, сняли. Все. С этим разобрались. Так. Уберу назад. На 90. Так. И... Почему не выходит? А, блин. Я же не вышел. Сменим вот так. Есть. Теперь опускаемся ниже на фильтр импульсных помех. Что он нам дает? То есть если у нас с собой телефон, который передает Wi-Fi, который связан с GMS антенной, то есть или рядом находится высоковольтная линия, вот эта функция именно для этого. Чтобы заглушить вот эти помехи, которые будут идти на наш датчик. То есть чем больше мы ставим здесь значения, тем сильнее срабатывает наш фильтр и тем сильнее он глушит все помехи. Но тут надо учесть, чем больше это значение, тем мельче ваш прибор будет видеть в грунте. То есть теряется чуйка. Как ни в груди, но чувствительность уйдет. Понятно, да? Все. Едем дальше. Overload. Это функция, когда вы ее включаете и у вас под датчиком прямо находится цель, то есть она не глубоко, понимаете, находится там, ну пускай пять сантиметров под землей. Будет срабатывать перегрузка. То, что металл находится прямо сверху. Будь то монета, будь то что-нибудь другое. Будет срабатывать перегрузка, такой свой сигнал, что цель находится на глубине очень маленькой. То есть глубоко копать не нужно. Так. Тут понятно, да? Это кому нравится, тот включает. Ну с L-Coil это мы выбираем наши датчики. То есть вот у нас поставляется один датчик, а можно купить допустим еще DD-20 диаметром и снайперочку. Вот у нас три профиля. Вот у нас сейчас вот эта катушка настроена на L-Coil 1. Мы можем DD-20 настроить на L-Coil 2. И L-Coil 3 мы можем настроить свою катушечку, которая у нас снайперка. Вот. И тогда у нас получается, что мы здесь зашли, переключились, подключили этот датчик и все и пошли. Уже нам ничего настраивать не надо. Мы раз настроили датчики, прибор заполнил. Все. Едем дальше. Так. Shift-Sound. Это у нас смещение звука по VDI. Понимаете? То есть можно звук сместить до минус десяти. Зачем это нужно? То есть если у нас, допустим, золото мелкое, оно уходит в черный сектор, допустим там минус пятнадцать, минус десять, оно уходит до минус тридцати иногда, золото мелкое. Мы можем сделать так, чтобы этот сектор у нас в железе озвучивался цветным. Понимаете? И мы берем просто, как говорится, смещаем. Вот на сколько нам градусов надо. Вы видите, что у вас золото там, допустим, на пятнадцать градусов уходит. Вот на пятнадцать градусов сместили и все. И допустим, вот у вас будет сработка на минус пятнадцать, то есть по железу. А озвучиваться будет как цветняком. То есть будет чистый звонкий сигнал. Понятно, да? Вот. Это вот для тех, кто именно по пляжам ходит и золото не может поймать, потому что оно в минусовом секторе. Он думает, что это гвоздики, разные кусочки железа. Вот такой совет. Надо смещать VDI. Лучше взять там у жены сережечку. Поводить перед датчиком. Посмотреть, куда оно еще уходит. Все. Ставим назад. И едем дальше. Ой, не то нажал. Sorry. Так. Фонскан. Зачем он нужен? То есть это фоновое сканирование. То есть у вас постоянно идет фоновый звук. Конечно, мне, честно говоря, это не нравится. Ну, тут, как говорится, на любителя люди ходят. И эта функция очень нравится и очень нужна. Почему? Потому что очень глубокие цели фонскан хорошо помогает их вытащить. То есть при фоновом сканировании, когда вы идете, у вас звук начинает нарастать по приближению к цели. Понятно, да? И то есть если цель глубокая, он все равно будет его чуть-чуть подтягивать этим звуком. И то есть ее можно будет найти, эту цель. Потому что много целей такие мелкие. И если они уже глубоко залегают, уже будет тяжело найти в обычном режиме. А в фонскановом режиме, уже эту цель будет отыскать легче. Потому что она будет озвучиваться даже на приближении к этой цели. Понятно, да? Теперь, следующая функция у нас пицкринг. Если правильно так я прочитал. зачем она нужна? То есть, допустим, вот нашли вы предмет, состоящий из бронзы и меди. Понятно, да? Только, допустим, там вот меди 80%, а бронзы остальные 20%. Вот. То пицкринг, что делает? Он будет озвучивать этот предмет медью. То есть, чем больше он выбирает, чем больше этого металла, тот металл и озвучивает. То есть, какого металла больше в предмете, тот и будет озвучиваться. Точно так он его выводит по ВДИ. То есть, он будет его выводить как в медь. Понятно, да? То есть, дотягивает нам, чтобы было понятно. Теперь Shift-ВДИ. Это тоже смещение в градусах. Но это уже будет смещать. Там у нас смещало только звук. Понимаете? Только озвучку у нас смещало по ВДИ. А здесь уже будет смещать в градусах само ВДИ. Вот если вы хотите, вот как я за то золото говорил, что вы по звуку сделали, но вам не хочется, чтобы его показывало в минусах, вы просто берете, ставите в минус 10 и у вас все, вся линейка шкала ВДИ перемещается в эту сторону. То есть, смещается. И уже у вас показывает золото цветным, выводит сигналом. И плюс ВДИ будет, соответственно, в цветном секторе. Понятненько, да? Так. Бридж. Ну это регулировка яркости экрана. Подсветки у нас тут. Понятно, да? Чем меньше, тем экран тускнеет, тускнеет и тускнеет. Все. Тут как бы вообще объяснять-то нечего. Так. Теперь. У нас дошли до Visual Sound Grund. Зачем нужна эта функция? Я бы посоветовал, ребята, ее включить и впоследствии вообще потом никогда не выключать. Потому что эта функция у нас сделана специально, чтобы прибор не срабатывал на пустые ямки. У Фортуны есть такая привычка. Иногда срабатывают на пустые ямки. И вот когда вы идете по пахоте, он вам раз и дает сигнал. А это всего лишь между буграми, вот когда вы проводите, вот эту впадинку прибор ловит и пищит цветным сектором. Потом начинаете проводить опять, делать вторую проводку, а там уже ничего нет. Вот для того, чтобы не было вот этого лождяка, нужна вот эта функция. Понятно, да? Вот ее лучше включить и просто не выключать. Ходить всегда с включенной этой функцией. Так. Ну, теперь идем в меню Sound. Посмотрим, что у нас тут. Тут у нас максимальная громкость на приборе, которую мы можем поставить. Как видим, тут 250. Это озвучка цветного сектора. 254 стоит. Это у нас озвучка черного сигнала. То есть, будет она таким звуком озвучиваться. И здесь же мы можем добавить громкость. Понятно, да? То есть, это регулировки громкости. Цветного, черного сигнала и в самом верху максимальный. То есть, сама громкость. Озвучка у нас двухтоновая, четырехтоновая и 90 тонов. То есть, полифония. Вот так. Здесь мы можем частотой отрегулировать под себя звучание прибора. Того же черного сегмента и цветного. То есть, под себя подогнать какой будет звук. И само фон скана. Понятно, да? Ну, так. Вроде бы, все рассказал. Да, все... Да, еще одну забыл. Не все рассказал. Вот. Видите, на экране горит буковка F. Это FAST. То есть, быстрый режим работы прибора. То есть, сейчас прибор работает в очень быстром режиме. Мне этот, ну, именно нравится эта функция. Скажем так, из-за того, что когда вот вы находитесь на мусорке. Понимаете? И у вас включен режим Normal. Вот. Надо просто меню зажать и подержать. Вот. Включен вот такой режим Normal. Тогда у вас цели как бы сливаются. Понимаете? Вот вы проводите, там цветной лежит. Черный и цветной. Будет звониться цветным. Черный не увидит. А если будет наоборот, допустим. Понимаете, что черный, цветной, черный. Будет звониться черным. И этот сигнал уже многие не копают. Потому что он идет в черный цвет. Но когда включить режим Fast, то есть быстрый. У вас будет отбивать черный, цветной, черный. Понимаете? Понимаете? Хоть с проблеском, но все равно будет отбивать цветной. Посреди этого черного. И уже вы задумаетесь, а может лучше выкопать. А вдруг там таки что-то интересное. Вдруг вклад. Вот. Так что вот я люблю ходить на Fast. Мне нравится. Я его включил. И в принципе я его никогда и не выключаю. Мне так больше нравится. Так. Это у нас шок грунт-баланс включенный. Ну да. Грунт-баланс сейчас выключим. Он нам не нужен. Есть. Так. Что еще забыл? Вот так вроде все рассказал. Вот. Еще одну вещь расскажу. Почему? Потому что многие люди пишут, столкнулись с такой проблемой. Сейчас я покажу именно с какой. Вот. Включает. А экран вот так вот светится. А пальчиком раз. А звук идет. И вот все пишут. Что делать? Что случилось с моим прибором? Почему у меня просто зеленый экран? Нифига не показывают. Все очень просто. Вы случайно зажали две кнопки. И перевели дисплей в режим B. Потому что фортуна может работать с двумя видами дисплеев. В дисплее у нас бывает A режима и B режима. Вот у нас она работает с A режимом. А вы перевели допустим в B режим. Понимаете. Как вернуть назад? Просто выключаете прибор. Выключили. Зажимаете вот эту кнопочку и включаете прибор. Все. Появилось изображение. В общем так все очень просто. Настройки инженерные. Советую тем, кто купил прибор изначально. Как говорится. Не разбирается в настройках. Я советую туда вообще не лезть. Прибор с магазина Делавера идет уже настроенный. По ферриту. Датчик тоже отстроенный. Все идет отстроено. На профиле первом. Уже датчик все отстроен и подключен. По ферриту все там нормально. Поэтому я советую туда вообще просто не лезть. Если уже залезли. Набираем в ютубе как отстроить фортуну М3 от феррита в инженерное меню. И начинаем смотреть, копать интернет. И думать нафига мы туда залезли. В общем там нам делать нечего. Потому что прибор уже настроен. Повторюсь еще раз. Если вы новичок. Лезть туда не нужно. А те кто уже разбирается. Они уже хорошо знают как настраивать катушки новые. И как их подключать правильно. Так. Ну сейчас проведем небольшой тестик. Воздушный. Потому что вокруг грязь. Как бы покопать у нас не получится. Провести такой тест земляной. Так что проведем настольный. Вот. Ну все. Сейчас я его соберу до кучи. И протестируем прибор. Так. Ямка с прошлого видео. Вот такой приборчик у нас на испытании. Тоже от Деловера. Фортуна М3. Знаменитая. Датчик DD32. Настройки мы тут поставили. 69. Огайн поставили на 15. Все. От грунта мы уже отстроились. Как видим. Сработок нет. Есть. Но такие. Где-то всплески. Об траву можем. Так. Покажу. Монетка наша. Испытываемая. Видим. Ложим. Сейчас покажу. У нас тут держачок есть. Размечаем. Вот. 40 см. Для верности. Приложим спичечный коробок. Размечали с помощью него. О. Все по спичечному коробку. Все расстояния сделаны. Сразу ложим на 10 см. Покажи. На 10 см. На 10 см. И тестируем. Так. Как видим. Четкий копаемый сигнал. Но 10 см. Для нас мало. Мы жадные. Нам надо больше. Поварил катушку тут. Ложим. На 20 см. Это ее можно. Так. Оставляется. Чернозем. Запахнуть ее. Так. Видим. Воды чуть уплыло. Но в черноземе. 20 см. Легко. Едем на 30 см. 30 см. Берем. 30 см. Берем. Попробуем поднять ток. Немножко. Вот так. Воды конечно ушло. На 80 см. 2 см. Ну и четко. Ложим на 40 см. Так. Ложим на самой одной ямке. На 40 см. Изредка цепляет. Как видим. Попробуем еще навернуть тока. 83 см. Лучше. Воды и восьте 2 см. Еще добавим тока. Вытянем и 40 см. Накопаемый сигнал. Черноземье. Вытащили. Воды конечно уплыло на оосьте 4 см. Как медная монета. Но прибор берет. Прибор берет свою глубину. Так. А ну вытащи монетку. Попробуем на ямку. Нет ли у нас сработок на ямку. Как видим. Сработок нет. Прибор отличный. Супер. 40 см. С помощью тока. Вытащили легко. Сенс 6. Фильтр на двоечке стоит. Катушка 7 кГц. Вот так ребята. Можно брать. Цена соответствует качеству. Попробуем. Все. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok